проходит метров пять еще вы нашему направлению и уходит дальше то есть вообще ходили просто балку такой вышел раз такой даже не повернулся и посмотрел но они что-то как бы царствует и в принципе уже пофиг на все потом вы на этом где мы наш чердак был этот остановках на череваче рыську слышал хорошо все утром вышел это ты гибрид мягко не с гавканьем было отчетливо вид слышал рысь это белка какая белка мы не так сильно пили или сильно но вряд ли такая была белка от кого оленчиков дофига встречали зайчиков такого вот килограмм на 40 килограмм на 40 зайчик хуйня прыгала кабанов мы не встречали до оба но не банок не встречали этих беложопых оленей тех тоже встречали в прошлом походе у нас оленей дофига попадала чем один такой вышел когда мужик перед выходом просто вот так вот возле нас прошел такой даже не заметил ну молодой добыч они так арут страшно еще эти олени они шалене слушайте как так если тут где-то кабанчики есть теоретически у нас может быть или у кабанчика вы 4 шашлыка на кабанчики обычно по одному не ходит поэтому больше вероятно что у них будет еда и чем из кустов будет такой кабан валаде я тебя на твоем на своем шампуре вертел да мне наоборот интересно вот этот не попрятаться подпихаться чтобы они конечно не думал еще будет как-то сказали за теками золену на буряковки чего ты думаешь на буряковки там полю а там камеры есть ну и что они видят по камерам что ты там стоишь и что ты уже дал пасе вам ничто же не долбоеба чтобы холостую кататься а там не то чтобы кататься там недалеко ппп будка сама у них просто даже частые отходы это первое второе если они по камерам видят уже наряд может приехать ну и где он тебя в лесу будет лить да ну там как бы не то чтобы даже лес там вокруг вот эти дорожки всяких где они ищут так ну мы пройдемся аккуратно тихо и быстро тем более утром наше думаю что там тоже сидят недолбоебы и они видят какие сталкеры кого ты уже сразу поймаешь кого не поймаешь то есть они наверно прекрасно там уже по камерам видят что за этими типа пацаны шарят сейчас будут съебываться не хер за ними даже и лезть их искать потому что зря силы потратим и такие или такие какие-то крео сан там вот это она намного цирк шапи то брюн ну вот это вот таких конечно не ловят от обе в белом халате нахуй и этот блять снорк рядом с грязаном на самокате не я вообще вот они не дадут соврать я пацанам говорю решу если возьмем вот эти самокаты у нас у нас дохера стоит этих самокатов аренды типа ты сканируешь киваркот и катаешься и такие они да весьма модные там они у них хорошие за пасхода и они хорошо едут я вам другую давай мы их подпиздим чуть-чуть ты их перешьешь и мы в зону у них уж он ярит блять по ровной дороге километров 35-40 ну и что так это же мы шикпиннили не жалко будет а если что пацанам лодку вернули через суток написали короче разрешение вы не заехали в чернобыль машин где забрали лодку и ехали я заворованные самокаты даже заявление не писал пиздец самокаты нет смысла чё ты же все равно из них ну электроника там привязана пи gps и все блин ты сам знаешь что тебе нужен только мотор колесо акун вот эти всякие механизмы контроллер блять стоит 1000 гривен ну контроллер самому продается куплять да начинай то есть ты в принципе попадаешь только на контроллер ты 25 кадров снимаешь? да щас дай горшок да блять щас сушляет еще сильнее будет слава я привык обсуждали я сказал что мне нравится эта идея надо на выходе делать чтобы сразу спаковал и все не на легкейке ради этого может чисто отдельный поход сделать у меня мысль знаешь какая была если мы пойдем осенью на левый берег пройти по левому берегу вниз и потом через мост в Чернобыль и в конце похода в Чернобыль и попробовать в этом полазить не то люблю я не полазить по Чернобылю у меня вот именно не я понял желание именно вот в магазинчик там зайти полазить типа наверно в той станции в магазине был а там уже типа как все местные там все друг друга знают а если ты завалишься то сразу спалят либо можно придумать какую-то легенду я могу с фирмы командировочник выписать сам себе протокол выпишите попали у него вот вот меня типа поймали я себе хотел журналистку командировку не 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 придумать какую-то легенду почему мы здесь блять ремонтники оборудования оболоне блять я куртки оболоне могу достать там же есть какой-то магазин там же есть какой-то магазин там три магазина причем шикарно вот приехали вот так так я прожую потом все бахни ты пока Бобар давай так туда товар как-то возится возится спокойно я на маршрутке выезжал оттуда на газельке блять товар не вот то есть получается что люди туда левуковые заезжают нет что левая у всех кровос есть давай а то что будет по магазинам по городу стоит себя проверять да они через КПП детятки съедут а там на КПП проверяют каждую машину нет а в городе там на столе ну в городе наверное не будут проверять но в моменте стремлять если кто-то левый такой незнакомый то можно и здесь пытаться ну вопрос в том для осуществления этой идеи нужно четко узнать что будет если подделать пропуск в зону это вот это за уголовком хуёвый просто так если менты остановили а я вот такой пропуск давай сюда в этом Чернобыле ничего такого интересного нет да это мы с тобой уже эту тему обсуждали мы думали что на кладбище кораблей кроме трех суден ничего интересного нет и мы ошиблись кстати да там и потом зато это видео пришли все снимать мы не первый кто там был но мы первые сняли нормально первый там был не мешание а белорусы я забыл дорога домой да 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 он белорус сразу да причем он по белорусской зоне а этот морол так его кухни да по белорусской зоне дорого лазать почему ну 600 долларов если ты ее повезешь там строго а если не повезешь то может быть обещай там же уже давно сделают что и последних могут ну либо то есть так Денис рассказывал я давно сделаю что тебя просто посадили ну сейчас да тебе даже не обязательно в зону заходить хорошо сидим вот вот такие моменты одни из лучших моментов похода в зону да хорошо забливать баблиной химии кстати это изотоник сейчас мне эта химия вообще не пошла нет мне синенькая прикольная розовая прикольная это ты покупал а тебе она продается знаю я знаю чувачки покупают какие-то порошки разводят я это хочу попробовать эту штуку но никак не могу собираться с мыслями я нашел витамин С нашел где купить короче сахарозы глюкозы куёзы это я помню я был в походе зимой тоже так тяжко было очень тяжелый поход был мы получается от дуги не даже не от дуги от волхова до выброса а бредное мясо далеко? нет дошли быстро и причем мы тоже что-то типа выпили какие-то порошочки ну ничего такого типа стрёмного ну просто я не знаю оно как энергию дает знаешь как энергетик такой жесткий мощный это вам показалось у меня никакие порошки типа вот так вот ну не знаю так показалось мы хороши может быть эффект на себе ты просто соби накрутил голову в животе и помогает в организме тебе отрабатывает у нас хорошо сработали пару раз когда мы уже были убитые в хлам когда так болели ноги аж реально плакать хоть мы кетонов там закидывались блин а сейчас еще больше пенька хочется давай это реально это да? да это кстати это индюк я его просто на мелких оборотах сушил так лучше не нарезал это у меня это это по-моему свинина это от всего от сушилки такой вариант лучше чем то как я раньше делал так легче так это я решил попробовать его на мелких оборотах засушить сколько у меня ушло я его в 7 утра поставил и в 4 часа сделаю да отлично то я пару суток мариновал а это у меня мариновалось в ночь в вечер ну я вам скажу у нас еда до хрена в этом походе ну не просто я не готовлю так мы же сюда идем не выживать и отдыхать да я вообще бы сходил весь поход на такой вот залупе все вот на вот таких перекусах слушай ну согласись иногда хочется горяченького нормального что-то покупать я по всякому ходил и на мивинах ходил и на нормальный мы когда-то собралися в поход и чувак тоже нарисовался из Кривого Рога по-моему мы идем на автостанции на Полисии ждем приходит весь мешок короче коврик для ванн скрученный на весь мешок у него 4 мивини и по-моему кроссовка и шлепанцы кроссовки и шлепанцы у него рвутся в первый или второй день он своим 39 размером моих 45 и на скотчем приботанный мощный тип там реально тип ему тогда было 47 лет мы стоим с Олегом и смотрим на него он двухметровый забор он его перепрыгнет как и не было да, кроссовки бывают подстанные один раз а кроссовки печатали? я первый раз когда в горы пошел тоже с товарищем мы еще до гор не дошли у него тупо подошву поотваливались а колись тоже дайте еще несколько нашел лого я думал, подожди иди в ботинки сейчас на работу сходу кроссовок 50 метров у него тупо подошвы и вот тут палец ну шо как тебе вариант вот туда под крышу в коровник типа можно надо пойти на разведку ну там такое себе тут все коровники они в принципе одинаковые да, такое себе ну да в бытовке не вариант там такое пыль я не хочу пойти так а тут еще таки туда не пойти ну можем как ты сказал заныкать где-то их а взять туда все необходимое ну опять же совсем лазить туда с каждым ингредиентом еды ну да это первое второе что мы будем слезать под утро в темноте приготовить вообще можно прямо здесь смотри мы будем слезать под утро в темноте жалко здесь можно было только колесо подвинуть и здесь прямо можно было такое устроить посидеть кто ну туристы так уже вечер даже следов произвели пол седьмого кто сюда уже придет я поговорю про то что нам еще с этого элеватора оттуда вылазить да ты прав я согласен по утру блять в просоне блять где-то кто-то не так ногу поставит давай посмотрим что там в коровниках все в говне будет ну надо сходить постричь ну относительно может найти все какое-то местечко ну либо подмести там подождать пока пудр сядет в коровниках реально там доски дома а там в битовке ну места конечно мало но там доски доски это весомый аргумент в битовке да до фанеры пошлите в леске там прыгайте давайте походим посмотрим давайте сейчас за дерево скину ну я тут посижу я тоже вода есть да если бачу воду в близости достал о правильный маркетинг новый год о тут хорошая вода еще и газированная сильно газированная блять пиздец это райская наслаждение а у кого пол пресного ну такой трешка чистой трешка чистой да для газированной ну блять вернем за сделанное поляна у меня обычная без газа у меня еще трешка это таки райское наслаждение да согласен у меня две бутылки поляна у меня две бутылки обычной без газа ну значит что-то из нее будем готовить да да в принципе у нас сейчас время вагон выливаторе да мы можем спокойно походить просмотреть местечко на ночь и все слушай вот там вот там на крайний случай если дождь если какая-то там буря можно спрятать бытовки сейчас наломали веток подмели пока пока будем готовить оно все осядет все что мы едем себе давай посмотрим я не видел это вон в ректоре я брал все возьму и тут стоит хорошо будет и что она дружелюбна будет если она руку откусит сразу там гомункл будет сидеть Бобар ты видел какая-нибудь гомункла? подожди закопать бутылку и вырастать но он в яйце выращивается я даже не знаю что ты сказать по тем поводу что не знаешь что это такое? это когда ты берешь сперму набираешь шприц аккуратненько в яйце делаешь дырочку и вводишь ее в яйцо и заклеиваешь ложишь по определенную температуру и в этот яйцо развивается охуня как медуза шевеляющая Жизнь наладилась, блядь. У нас хорошо пожирать, выпить и спать. А как пожирать под часом? Вот это мы тут, конечно, разложились. Бобр, закрой, пожалуйста. Подожди, мы еще тут, блядь, ходить один раз. Вообще, блядь, потому что я не хочу, чтобы пришел черный конь и... Он теперь вот так достанет. А, да, да. У него как в Винекрасе по порядке, как и хуй, он достанет через сейвер. Через окно? Да. Пошли, да. Пошли, там есть проход. Так что все, пиздец. Предлагаю заколотить окна, двери. Вдох, он захочет подойти, тебе обсосать лицо. И растяжкой поставить, да? Обгладать. Ну, если захочет обгладать тебе лицо, Винекрас достанет сюда спокойно. Это смущай. Блядь, вообще похоже. Это лошадь не куфарена тогда? Нет. О, слушай, нормальный местяк здесь, конечно. У меня есть знакомый один, которого укусила лошадь, а потом в зоопарке горела. Это, по-моему, уже... Ну, не помню. Горела, нет. Вон пот, он засунул ей палец в клетку, она его ухапнула. Ох, уже. Фарфолангу укусила. Блядь, выехали. Нормально, он так засунул. Ну, он так палец засунул. Вот такой хуяк. Что интересно у него говорили было, блин? Ну, он мелкий был. Ребенок, что? Хотел потрогать тебе я. Так, что? У меня еще хлеб есть, надо его доесть. Ох. Ох. Сейчас, я на подушечке буду спать, блин. Не, вы сталься заебись. У меня бетон, крыша есть. У меня не так. У меня так холодно тут, в период, не может быть просто. Воды по влезности нет. Тут, как таковой, берем, не будет. Утром, около воды. А когда мы около воды просыпаемся? Нет. Я говорю, что утром, когда вода проходила, то воно сиро-влажно было. Тут такого не будет. Тут будет просто холодно. Я, наверное, не буду кукуштины все-таки одену. А ты боишься все-таки яички облочить, да? Нет. Ты боишься, что когда тебя смотрят на камеры, видят в синие шорты, скажут, випать, а нахуел? Да, сто позов. Предлагаю еще голосом звати туда. Пл***. А не подумаешь, какие-то зверолюди, блин. Хочешь стать знаменитым? Залей на Баряковку в Голошове. И прикинь по технике еще бьет, и что-то так вот прыгает, а не точек. Я думаю, если что-то... Я думаю, надо просто напросто из регистратора эти видосики в YouTube сразу выложить. Смотри, если с тобой на YouTube выкладывать видос, ты можешь потребовать, чтобы его удалили? Ну, если с моим лицом, да. А ты заблокировать канал можешь, допустим, какой-то? Без твоего ведома? Нет. Ну, по сути, нет, но как-то можно поспрясать тому, чтобы хотя бы видос заблокировать. Ага. Это чтобы заблокировать канал, это надо, чтобы ты у него, типа, какой-то контент взял себе, типа, на свой канал залил. Ну, типа, взял себе. Не, ну смотри, если он на моем лице себе прохайпил канал, допустим. Ну, это сложно. Ну, так ты не заблокируешь. Ага. Почему? Что ж у меня это, блять, мысль такая в голове, как одессия, поганная, блять. Я и на единый, может, в мысль. В смысле? Так ты будешь салом запросить тогда? Что делать? Сделать за пилон какой-то? Не, острый соус. О, ну тут, блять, сало, в принципе, я не знаю, если победит, то это должно быть щит. Ну, короче, в одном из этих четырех пакетов. Вон, острый соус. А ты у тебя хлеб остался еще один? Да. Ты бай сюда иди. Это мелкий, блядь. Чуще всего в них эти ложки хорошо накидают. Ну, шоу, как получилось? Не вкусно, блять, наверное. Как оно в зоне может получиться? Превосходно. Блять. Все, что в зоне, все все доброе. Соль это блюдо заиграло другими красками, в отличие от карпаса. Батька, блять, высказался. Гордон Рамский. Соль почти на вес золота была. Апата? Угу. Соля? Потому что я мало сделал. Сколько? Вы же там два дня, по-моему, были. Три дня, блядь. Три дня, блядь. Три дня без соли почти не было. У нас там соли так чисто для запаха было, чтобы садить. Чтоб посмотреть там, да. Так, ну, наступающий Новый год. Давай. 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 Давай два. Раз. Два. Спасибо. Единственное, что я чеснок взбиваю. Что? Надо его запивать, он сушит и у меня от него будет изжога. Ага. Воды нет. Но вкус чеснока на соли все равно будет. Хорошо, вкус будет. Я просто его взбиваю тупо из-за того, что нет воды. Она как бы есть, просто не очень много. В принципе, я бы сейчас заебашил бы чая. Я тоже. Поэра. Потому что по-честному какая хуй разница, вода или чай. Чай тоже вода, правильно? Ну, в принципе, да. Это коньячка, да? Угу. Ну, не знаю. Что-то с утра мне не сильно хватит. Подсидеть. Как я беж не утро уже, блядь. Сколько часов за ногах, блядь? Тут дома понятия утро. Здесь понятия едашь, не едашь. Ну, как бы да, блядь. Вот это мы два часа поспали, непонятно, ночь это была или не ночь, блядь. Так чисто прилегли. Не, но все равно эти два часа все равно дали что-то. Блядь, да, но я часто на обеденном переживании дольше сплю. Блядь, но поспать все вообще свято, блядь, как не крутое. А ты ж постоянно днем спишь, да? Да. То есть ты, я понял, ты наебываешь судьбу. Ты так живешь, что ты за сутки два раза спишь, два раза буйствуешь. То есть, в принципе, ты проживаешь в два раза больше, да, блядь? Можно и так сказать. Пока у нас один день проходит, у тебя уже по факту два. Потому что вставать, блядь, в пять утра каждый день, это бред. Ну и четыре вставим, не обязательно пять. Нахуя? Я с семьи пять утра сяду спокойно, попаяю, пороблю, что-то пока что голова не заебана за день, блядь. А потом день, блядь, зебу, и хожу, блядь. Ну, это правильно, что самые важные дела нужно делать первые несколько часов после того, как ты проснулся. У меня рабочий КПД, допустим, с пяти до семи утра, это то, что я, блядь, за день не сделаю. Особенно за пару часов себе напаяю всякой хуйней, блядь. Особенно, что настроение есть попаять, блядь, то это вообще, блядь, заебись. Кстати, я не думаю, что там охранник ходил, вот эти следы, которые мы увидели. Ну, либо лога, либо талан. Потому что они обычно ходят с собаками. Он собак куча. И когда они делают обход, собаки просто увязываются за ними и тоже ходят. А следов собак не было. Хотя в прошлый раз, когда я подходил на буряковку, то прям следов собак было очень много. Там даже, как дрон подлетал, он уже начал горчать на него. Это кто-то с ранья там был? По два-три галочка коньяка можно делать. Ты же понимаешь, мы зашли после расцвета буквально час. Доставали? То у меня не было у вас стеба, ставьте, как вам, коньяк. Нет, я бы вчера выпили. Он мог быть вчера поздно вечером. А следующее остались как будто свежие. Ставим стал, как-то перший среагирует? Нет. Ставлю на гагарина. Что? То кто на вас больше лентяй? Я выиграл. Как старые туристы всегда учат? Это меркантильная морда. Он сразу подумал о том, что у него вес меньше станет, если он достанет коньяк и мы его выкинем. Я больше за этим лезу. Мокрые ноги поднатирают. Причем так я более ярче слышу с каждым километром. У меня по мозолям все заебись. Носки отрабатывают свои бабки. С каждым опытом, наверное, все больше скилл приходит. Минералка доносится до хаты в все ближних количествах. Что на тебе уже были клещи? Ну вот эти летучие. А, это хорососки? Да. Они просто заебают. Они заебутные. Как они лосей сжирают, это просто страшно. Откуда ты знаешь, как они сжирают? Ты можешь только догадываться, правильно? Ну вот я видел, как стоит корова этих хорососок. Там просто миллиард на них. Так они и на всех так прыгают. Так хорошо. А что она делает? Ну блин. Они как блохи, понимаешь? Они вроде ничего не делают. Ну и заебутные. Ну да. Ну типа не дают жить, нормально. Слушайте. Слушайте. Тихо. Уже прям кристально чистые. Ну самый приятно вода на Волхове, блять. Да. Где? На Волхове? Я даже не знаю где бы. Я сам сегодня давно узнал, блять. Я там сегодня-то раз был. Вода вообще, блять, даже фильтровать не надо. Вот на территории Волхова мне очень понравился лес, который сгорел. Там такой лес шикарный был. А, до того как сгорел? Да. Такой шикарный лес. А, да, это, как сгорел. А, да. А, да. Потому что животное преданное существо. А человек, это, блять, это сука, чтобы. Смотри, а человек это продажное. Да. Потому что для животного нет понятия деньги, территория, еще что-то. Они как бы пригожаются там, где нерви. Ты выпил, сердечком запустил? Да. Давай передавай дальше сердечки. А где оно? Вон, возле тебя сердечко. Животные дерутся за территорию, боюют, и у них другое, у нас материальные это бабки, у них пропитание это еда. Допустим так, про продажность, ты любых кошкам можешь приучить хорошей едой, любое животное. Но, не в этом дело, я считаю, что мы высшие существа, мы должны понимать, у нас есть понятие человечность, у нас нет понятия человечности, ну кого-то нет, у меня есть. 90% людей это было быдло. Есть еще много случаев, которые доказывают, потому что человек это не самое развитое существо. Смотри, если мы умнее мух, умнее насекомых, это не факт, что мы самые умные на этой планете. Не самые развитые. Не самые развитые, потому что по факту есть очень много доказательств, что над нами правят какие-то силы. А вот ты уже в Бога пошел. Нет, вообще. Не в Бога, нет. Ну я не верю в Бога. Не-не-не. Не путай религию Бога и что-то сверхъестественное. Это разные вещи. Смотри, религия это война. Нет, религия тебя приучает и массы бежать. За Христову войну. Смотри. Исконная религия это война. Нет, это не верно. И... Ну война тебе приедет, что ли? Вот я слушал, не знаю, байки, не байки от людей, которые все детство, всю жизнь до самой старости верили допустим в что-то. Это все для чего? Это для того, чтобы контролировать народы. 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 Потому что народы на нашей планете все одинаковые. То есть некоторые и мужики и женщины они очень похожи. То есть... Либо красивые бабы, либо очень поганые большие. Смотри, по факту наши вот эти русскоязычные народы они очень отличаются. И женщины красивые, мужики по-своему. Наши русскоязычные народы вообще не отличаются. А некоторые народы, у них и мужики, и женщины они очень похожи. Там вообще не понятно. Вот эти выборы в Израиле. На Волкинг-стрит. Стоит вроде сиськи есть и то и сиськи. Это потому что русскоязычное население оно скрещено. Но что-то было завоевательское оно всегда. Смотри, почему? Потому что с огромной точки планеты оно скрещено. А некоторые народы они локальные. Только локальные. То есть там всего лишь какая-то локация, скрестилось. Это считается какой-то народ. А у нас много стран разных скрещены между собой. Ну никуда не на тебя. Пойдем, пойдем. Это очень важно. Я нам ждет. Я нам ждет. Смотри, и почему допустим... Я нам ждет. Да, давайте за Яну. Смотри, почему. А у меня нету. У меня нету. Налейте. Это почему, допустим, американцы... Да? Да. Смотри, американцы выбирают русских. Почему? Потому что они красивые. Не потому что они русские, а потому что они красивые. Красивые. Я блондин с синими глазами. Пидрометры на русках. Нет. Ну честно, Макс, это было очень много во многих странах. И, допустим, если взять скандинавские страны, у скандинавских страны такие зажатые чуть-чуть. Смотри. Почему негры выбирают белых? Не всегда. В большинстве случаев выбирают белых. Почему? Потому что... Изо угла, блядь. Затем просто как с пульверизатором. Дерьмом опылило. Друзья, только в этом походе, пойдя с новым человеком, с Вадимом, я понял, что у многих сталкеров отличается стиль похода. Нас, бобер, опытный сталкер, приучил, что в походе в зону нужно не страдать, а отдыхать. И для Вадима, который с нами пошел, это было немножко ново. Сказать по-другому? Не, я просто прошел. А, да? Уммм. Да, в принципе, солнце, блядь. Секунду. Только не снимай, пожалуйста, у нас ниже пояса, потому что мы такие все сидим футболку, а снизу снятие, не блядь. Стой, 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 тихо, тихо, тихо. Вот, например, для Вадима такой стиль похода, когда мы сидим, обжираемся, пьем коньяк и отдыхаем в зоне, это непривычно. Вот, Вадим, расскажи, ты далеко не первый поход в зоне, каково тебе, для тебя это новый стиль, как я понял? Это вообще изначально новое какое-то чувство, потому что, допустим, я, когда шел в свой первый поход, изначально у нас были суровые такие сложности, потому что мы за один день заходили, за один день выходили из зоны, мы кушали очень мало, и по факту я понимаю то, что, когда ты отдыхаешь больше, чем можешь себе позволить, это очень хорошо, потому что, я не знаю, какое может быть наслаждение, когда ты отдыхаешь полноценно. Когда ты идешь в зону, для кого-то это отдых, для кого-то это испытание, а для кого-то это вообще, типа, такое совместное чувство, когда ты не понимаешь, что это такое. Но для бывалых сталкеров это уже превращается в отдых, потому что изначально это испытание, несколько первых походов, а потом это превращается в полноценный отдых. И для меня вот этот девятый поход в Чернобыльскую зону, это уже знаменуется как полноценный отдых, но со своими трудностями, испытаниями, которые мы выполнили уже на данном маршруте, еще собираемся выполнить, потому что у нас много целей, много задач, которые мы хотим посетить, и вообще поход очень сложный. Слушай, просто Бобер самый старый из нас всех, сколько у тебя походов? За 20. Смотри, у меня 9, но за все 9 походов у меня были только такие, типа, сталкерские страдания. Вот не знаю, у всех такие есть, наверное, в первых походах. У меня все 8 раз были сталкерские страдания, и не то чтобы кто-то это хотел, а я это хотел, потому что я и заходил, и выходил за одну ночь, получается, за один раз. Но во всех походах есть свои, как бы, нюансы, хорошие стороны, плохие стороны, и каждый уносит из этого свои воспоминания. Бобер, расскажи, как ты пришел к тому, что в походе нужно не страдать, а отдыхать? Это с опытом, это, кстати, с опытом. Как минимум 4 похода. 56 километров, 40 километров. А потом просто, ну, 3 раза по 20, и все. Смотри, это смотря в первый раз, с кем ты связался. Это очень огромное значение. Первый раз я шел, блин, чуваков, за кем я собирался идти, и все. Мы в первых ходах пришли так на пролубь. Мы дошли до Клевина, в Клевинах потусили, и, короче, на приезде Главе Питера нас приняли. Ну, блин, это жестко. Потому что в первом своем походе... Мы до Клевина не дошли. Смотри, первый мой поход, это длился 4 дня, ну, 4 суток. И мы прошли село, дошли до Колючки, это, получается, граница Чернобыльской зоны. И я так устал, я страшно устал, я уже не мог идти, но я не подвал виду, я шел. Блин, я это прекрасно понимаю. Это Черемошня. Вот как мы сейчас ехали на такси, только мы шли все это время. А на самом деле, это, если ты идешь ногами, это огромнейшее расстояние. Это не просто проехать на машине. Я это все никогда не понимаю. Потому что проехать всю Чернобыльскую зону на машине, это... Час? Буквально 30 минут. Буквально. Нет, час полностью. Час, допустим. А когда ты идешь своими же ногами, тратишь свои же силы и тащишь очень огромный, тяжелый рюкзак по неопытности в первый раз, это очень сложно. Блин, хотя бы 2,5-3 суток. Это очень сложно. Я еще сдох, когда мы дошли до границы, но после этого я не подавал виду и дошел так, как все, опытные уже, потому что я был среди всех неопытный, как все. Но это было очень тяжко, супер тяжко. И это было огромное расстояние для того человека, который никогда не ходил в походы. Да. Ну, блин, это вариант. Это... Так оно и есть. Знаешь, все познается в сравнении. 50 км в зоне, сами декоративные. Когда я ходил после этого уже 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й поход, это настолько разные чувства. Вот вообще, смотри. И, казалось бы, первый поход, он был очень давно. Но он воспоминается так, как никакой другой. Самый первый поход, это лучшие воспоминания, какие бы они ни были, тяжелые, легкие. Оно всегда так происходит, когда ты первый раз попадаешь куда-то, оно всегда у тебя в памяти остается как самое лучшее. У кого еще не хватает? У кого еще не хватает? У кого? У кого? У кого? Ну, это какая пара обуви на тот случай, если та порвется. Режиссерская версия самая оптимальная. У меня было два мультитула, я тащил вот этот мультитул Гербер, я тащил еще викторинокс, я тащил Мору, нахуя, вдруг пригодится. То есть, если я сейчас, когда собираю, я беру вещь, которая не просто, если я беру вещь, она мне может пригодиться в чем-то одном, то это все хуйня, она мне не подходит. Если мне эта вещь пригодится в двух-трех там каких-то вещах разные, да, я беру, а тогда я брал вещь, которая, а вдруг она пригодится, и это был пиздец. Ой, я тогда, я даже нес этот, клеенчатый плащ рыболова, потому что вдруг он пригодится, блядь. У меня даже была одна химическая грелка, но я ее заюзал, блядь. Подожди, твоего спальника 6-килограммового уже достаточно, чтобы понять какой пиздец был. Это шумичок, а здесь у меня нечем, блядь. Ой, ну, мы ждем. Тебе тоже долить? Не, вари, ну, можно доливать. Короче, так, блядь, так этот австрийский спальник... Не, а если спальник рует? Да, если бы он не сломался. Сука, блядь. Чего я только не тащил тогда. Пиздец. Вот это вот, у меня еще больше всего 800 грамм алюминиевая фляжка, пустая. 800 грамм пустого веса. А при этом у меня еще было... Смотри, оно у меня было на поясе. А в рюкзаке, в кармане была натовская фляжка еще 600 грамм. Смотри, это не то, чтобы 800 грамм, это объем. Фляжка, она огромная. И по факту она занимает много места. Она на пусе висела, если она не была на пусе. Вы сразу же что? Это до хрена. Да пиздец, блядь. 800 грамм поставили. Это, это лишнее, это вообще настолько лишнее, что... Не, подожди, паново, это вся хуйня. Есть легкоходы, которые не признают вообще это все. Пиздули к ходу. Пиздули к ходу. Блядь, мы... Мы тихо, что, блядь, пытался выпить хрень без звучонки. Причем, потому что же стоп. В смысле без звучонки? Ну, бля, коньяк есть, а звучонка нет, блядь. Чего за нафиг? Есть там звучонка. Дай ее добавлять. В коньяк. Да ладно. Не, вот это мы можем оставить. Это коньяк и такую звучонку. Она с ней растворится. Размешать. Растворится. В коньяк выпью, за счет на жопы. Нет, вот тогда добавляем. Я уже просто... Давай, блядь. У меня... Да нет, блядь, у нас вот сколы размешаны. Наливай, блядь, девка. Кстати, да. Я сколы хорошо размешиваю. Я за счетами размешиваю. Ой, не, подожди. Это... Надо раз шахваты. По-любому. Подожди. Это последнее? Да. У меня полностью такая. Подожди. Это... Надо чем-то размешать. Из размещенки? Ну, по факту да. Блядь, б... Хочете туда орехов насыплю? По факту да, блядь, 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 блядь. По факту да, блядь, 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 блядь. После того объема, который мы выпили... Мы выпили. Ну да, с самого последнего объема. Уже все равно, чем мешать. После того объема, который мы выпили, мы Янов с турманем нехуй делать. Вот так, влетаем и выбиваем весь с ноги. С криками. Это Спарта! Там на Янове есть локомотивы, которые возят отработанное ядерное топливо. То есть по факту можно проникнуть в то место, в которое другие не могут. Лучше бы он вез неотработанный спирт. Но тогда бы мы проникли. Да. Но, блин, там много собак. И причем не каких-то ручных собак, а диков, которые реально лают на все, что движется. Вот, допустим, я ночью проходил Янов несколько раз. Я натыкался на диких кабанов, но дикие собаки, это вообще жесть. Они начинают лаять настолько громко, что по факту они лают на Янове, а собаки, которые живут в Припяти, начинают лаять в ответ. И создается такой гул, как будто вот ты идешь, а тебя отовсюду видно. Почему нам не войти? Пораньше. И там перед другом хотя бы не отдохнуть пару часиков. У меня есть... Их на дуге сколько? Коди на храните? Да. На летри? Ммм, понятно. Хорошо. Вариант. Сейчас я подзвоню, я соседину, я сейчас коллектору подзвоню, что тоже обещанного. Вариант. Подойти к этому чуваку, вот просто, перед тем как лезть. Мы к ним просто тупо подходим, даем пятихатку. Вот вырезаем камеру, да? Не, даем пятихатку и говорим, чувак, нам просто видео надо снять. Ну, блин, тут... Смотря на кого попадаешь. То есть это 50-50, я думаю. Мне чувак рассказывал, что он подходил просто в воду, просил у охранника. Ему охранник воду давал и ни слова ничего не сказал. Здесь же разные-разные приходы. Бля, ты представляешь, где охранника пятихатка? Подожди, а почему не вернуться к предложенному тобой варианту, чтобы мы вышли в обед, вечером сегодня погулять по Ч2 и утром попробовать руфануть? Дождь-то завтрак будет? Ну, то есть в потемках 52 вообще нам смысла гулять? Так, не в потемках. Надо выйти там, чтобы у нас часа два было еще погулять. Когда выходить надо... Сейчас уже выходить. А сейчас? Сейчас 11.27. Не, не сейчас, через пару часов. Сколько до дуги пиздоха тебе говоришь? Ну, минимум четыре часа. Ну, если они нормально успешают, то пять получается, да? Сколько до дуги? На четыре. Пять? Нет. Ну, четыре. Ну, до дуги... Ну, шесть километров это сколько? Слушай, а, блядь, ну вот идея с охранником хороша, но рисковая, сука. Понимаешь, что если попадется на тот, то все. Ну, мы попытаемся узнать, что будет. Ну, смотри. Подходится один человеку с рюкзаком? Нет. Ну, говоришь, ну хорошо, до свидания. Ну, пил его. И рушится на следующий декабрь. Это еще нужно уметь договариваться на такой теме. У нас лучший переговорчик, Бобра. Знаешь, когда ты подойдешь к охраннику и сразу с тем вопросом, что ты ему хочешь что-то дать, он может и подумать что-то не то. Да, это же, может быть, ее подставка какая-то. По-хорошему, ну, сейчас дать. Минут 5-10, и про что-то поговорить. А вот поговорить, это у нас Боба. У него есть о чем поговорить на тему зоны. Слушай, давай так, все леди, все прекрасно понимают. Приходишь и говоришь, блин, ну, блин, блогеры, видосики снимаем. Чтобы не заниматься ебалой, давай просто так. Просто есть другой момент. Когда мы не попытаемся с кем-то договариваться, мы вылезем на другую. Слезем с материалом. А если мы подойдем, он сразу нас даст. Мы достаем даже забраться наверх. Ну, так мы ждем. В следующее утро и забираемся утром. Ну, по-другому уже про нас. Долгаю выходить в обед. Есть еще другая зона. К вечеру, чтобы выйти в час-два. Возможен такой вариант, что мы придем в Руфи-Дугу. Там будет еще какая-то крупная, то я бы подружу. Может. Может. Спокойно. И будет казино, которое нас на вкус просто может запарить. Так само и КПИ можем запарить. Все лазят примерно в одном и том же месте. Да. Вот примерно в одном и том же месте. Дальше КПП. Не, смотри, конечно, весной четко обломался. Проснулся, начался легкий дождь. Вы вышли, конечно, почти на финишную прямую дуге. И ебал снег. И там был холодный дуге. Снег ебал. Не ездишь. Мы прошлый раз в итоге все-таки могли руфануть, потому что дождя не было в это время. Весной, когда мы ходили втроем, мы же хотели руфануть и отказались, потому что прогноз был в дождь на это время. А в итоге его не было. Ух. 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 как-то просто идти нам там помимо дуги еще и шерном блюдо осталось зарядно идти так что чайочек у всех тут или я уже кофею чуть выпил я соберезавариваю а там никаких батончиков не осталось ванны есть халва есть на подоконнике альных проектов по типу вот как саня чернобыль предлагал мы идем не только снимать потому что я умудряюсь и снимать и одновременно отдыхать здесь душе душой мне не мешает одно другому не мешает и это большой плюс насколько кровососа крыльев 2 2 почему это один вот у себя держал еще все и пизда не знаю все я знаю что из этих кровососков она кидается она кидает крила чтобы ее сбить не можем и хуй не что с ней потом творится это даже будешь представить якая консистенция если у нас таким звуком падает я не собираюсь не для ложку сделать я думал ты хочешь облезать мне не хочешь я хочу мне просто в память тебе по ложку блять ахахахаха а пока ты будешь облизывать я не буду банки не останутся ахахахаха все таки по ложке надо идти ахахаха может и бобру захватишь за одну я не буду вкусненько нас колись перед самой дугою ждали блять на тот случай если нас сегодня приймут чтобы ты мог сесть за руль а что нас сегодня приймут мы уже сегодня никуда не выйдем это я вам гарантирую почему потому что пока все будет бумажного локита мы уже это все нас уже просто до завтра оставлюсь ночевать ну если уже говорить и просить я поймаю мы с тобой в бою бобар пьем ну ладно подожди блять я блять будете представить я кажу не консистенция сколько мы ее разбавили блять я все равно на нихуя не цей так а рука то тянется будешь человек паук не пьющий це я выпил только что да самое интересное что блять я думала что у меня печень закончилась я наверное сюда в поход бы не дошел бы блять я перший год вообще ходил трезвый не пьющий перши три месяца а а потом блять я приехал сюда же мы уже весь парадодома засели значит все не жерлися в хламе но я еще был трезвый а потом нас упаковали уже я поняла что ну я нахи буду я бухаю а а а что нам в цьем мы ехали в тралику я кей-то може я клюз с новым годом нато вам бутилку шампанского мы хач бутилку шампанского в рюкзаке и поехали за кей-то я литра два два калолитра два пива в ебу когда приеду хорошего а я вообще так не люблю а еще курочку гриль целиком бы такую жирненькую большую куда она влезет бля я помню пивко влезет в карпатах сидел и короче я таки то заказал то заказал то заказал я в принципе хауэй не бал я конечно не зимский но я знаю что когда я возьму все пивка и голяшку в принципе мы начали тушенку греть а она дужит вымоку не ну тушенку давай мы оставим пригодится еще давай так кстати можно вот так тушенку заточить потому что она точится но без готовки да только по-хорошему чтобы вода рычку у нас сушеный фарш придет ну это на крыняк у нас там сколько три банки тушенки по идее у меня две штуки две тушенки а где пакет фарша проебался потому что было пять я вчера использовал две банки тушенки больше мы не использовали у тебя еще тушенка вроде нет должна быть одна банка где-то надо поискать но у меня тушенки точно нет может и есть надо глянуть не помню слушай может ты так еще и пивко найдешь надо глянуть это уже сильно вряд это уже сильно вряд это обычно в кубах закупить походу всякая херня находится пару банок пепси пару шайп или херни это вот специально наверно так ну да бережет до конца и никому не говорит в принципе в плане егоции плюсы велики вроде заебаные уже это все все надоело а тут таки хач баночка пепси здесь нарисовалась фу блять отлично пообедали да по идее должно быть вкусно на жори на 4 части разломать а я его уберу подожди я это на две разломал и это на две разломал Молодец. после него пить захочется купить то что же влага а кто вчера или позавчера вывел алкоголь вытягивает там сколько реанлаги одна молекула алкоголя вытягивает собой 4 молекулы воды значит не пить я не глоток остался ну было не было блять и пример божий за лекарства я вас доходил свою жизнь не повернуто кашенье Бля, сам побито, что сам жижи готовы, да? Мутант из Чернобыля, Лиза. Тихо, тихо. Боишь? О, я съел, что жужи. Ну как-то рыжь соблезь вот такая вот должна быть. Не, нормально бы. Так что, это тоже один вариант. Рюкзаки тут оставлять, стревнувать будет. Чего? Они жрачки пахнут. Видишь? Это должно. Да, должно быть. Рюкзаки тут требуют оставлять. Для проходной двор. Узбавать руку. Здесь уже спонна место оборудовано. Лок на целый. Волк на Альпосте, тоже проходит. Волк на Альпосте. Да, а в лошо, я на языке оставляю. Я на Волк у медики разные, смотрите. Я на Волк у медики разно, да. Вот тебе, два в десять типа думаем. У медики сюда приезжают только когда волк вызывают, правильно? Ну они обход делают в Охаре, ты думаешь в Охаре доходят даже до сюда? Ну да, прямая дорога идёт. Что бедит? Ну с Охарем не можем договориться. Договориться и с ментами может, ей 50 на 50. Вообще, если вызов недельно зафиксировали, то процентов 90 успехов. Если вызов зафиксировали, то процентов 0 успехов. Ребята, надо много предложений, чтобы сказали, что вы дали под колено и втекли в лисплей. Ну не обязательно под колено, потому что он бежал. Он героически гнался, но не догнал. Хотя, когда мы воспринимали, мент рассказывал, что он был такой одиночный. Он ходил, где-то рыбку, гулял, гулял, что-то. Мы его тысяча-два вылавливали. По следам и на следах идешь, он десь вечно уходил. Потом его таки подлогали, где-то около речки с Кущук. Он сидел, он подошел до водопоя, там его зацепили. Это ж как, надо по следам две недели ходить за кем-то. А что им делать, блин? Ну хуйня. Ям они принципиально уже хотели его поймать. Мне кажется, что он уже просто интересный начался. Просто спортивный интерес. Ну я же потом и говорю. Ну ладно, если сталкер будет спать где попало, то менты ж не будут круглосуточно ходить. А потерять след легко. Ну и так, что по Припяти выгоняли. Может они им знаки какие-то ставляли, типа повыебываться. Смотри, совсем недавно были. 26 августа. У нас сейчас... Что у нас сейчас? 1 сентября. Пару дней назад. Не пару, а дни ж пять. Ну херно свежая. Ну это я не знаю, кто с таким. Ну тут же у этих надписей дуже багато займових людей есть. С другой стороны, если сюда так часто приходят сталкеры, если бы это было менее палебное место, они бы не приходили. Правильно? Они так же думают, что кто будет на бояне ловить. Ну так они приехали себе там разу сколько-то. Состерегли и поехали. Просто тут реально уже спальное место готово. Легли и переночевали. Это похоже на спальное место, по-моему, в течанке нашел. Тоже зашли, вроде хата. А, блядь, в комнате, вроде, от всех сторон, блядь, горе мусора лежать. Типа центр спальное место. Ну мы не понимали, что мы после почти суточного перехода, что нам похоже. Мы, короче, мусор отдвинули, рягли и, короче, перед усилием. Тут вот есть плюс. Дуга близко. Ну, это же самое такое место, что вышел. Да, только там сначала малая дуга, а нам надо на большую. Вот малая очень близко. Под малой дугой там вообще четко прийти можно. Да. Там классно подойти. Только там где-то камеры смотрят на этот песок. Не знаю. Плюс на какой-то из пятиэтажек в Чернобыле 2 стоит камера. Но ракурс у нее такой, что она не слишком много захватывает. Большой вопрос. Чем она запитана? Сейчас листва, поэтому в принципе у них какой выбор остается? Смотри, из тех камер, которые далеко захватывают и малую большую дугу. Еще какая там? Одна из КПП смотрит? Не знаю. Чисто с моей точки зрения, чтобы я, допустим, там СДФ просто настроил, чтобы, допустим, на движение в камере, чтобы там диодик моргал. И регистратор ПИСК создал. Вот, сука, кровососки. Тыкву себе лезвую, что привелся. Лезвый кровососки. Падал опять. Вот они волосы любят лезть. Уже не любят.